Буна-Зила, Буна-Зила драчит оценил Републики Молдова, Буна-Зила стимат репрезентанца МОСМЕДИА. Сегодня мы вышли с этим брифингом и хотим сообщить вам следующее. В последнее время мы, депутаты от партии ШОР, представили несколько приоритетов нашей парламентской фракции и сообщали о необходимости концентрации наших общих усилий для стабилизации именно социально-экономической ситуации в стране. Мы представили ряд законодательных инициатив, направленных на удовлетворение крайне текущих и неотложных потребностей наших граждан, которые не должны откладываться в долгий ящик. Мы искренне надеемся, что они будут внимательно и ответственно изучены, а также одобрены в максимально ограниченные сроки при широком парламентском консенсусе. Сегодня мы хотим поговорить еще об одной болезненной теме, часто затрагиваемой нашими гражданами в наше посещение территории, а именно о проблеме выдачи предпринимательских патентов. Согласно статистике Государственной налоговой службы на 31 декабря 2020 года, общее количество действующих предпринимательских патентов составляет примерно 11,5 тысяч. Владельцы патентов заплатили налогов в государственный бюджет на сумму более 6 миллионов леев. Чуть более половины этих патентов относятся к сфере розничной торговли в ларьках, киосках, павильонах и т.д. Их владельцы заплатили около 5 миллионов леев в государственный бюджет. За ними идут патентообладатели, оказывающие парикмахерские, косметологические услуги. И третья категория – это несколько сотен человек, которые оказывают услуги обучения по различным дисциплинам, что также приносит хорошие деньги в госбюджет. Другими словами, для десятков тысяч людей деятельность, основанная на предпринимательском патенте, является единственным источником существования. Учитывая, что зарплаты и пенсии в нашей стране низкие и минимальные, людям, которые ежегодно вносят в бюджет миллионы леев, 20 лет приходилось стоять на баррикадах, чтобы отстоять свои права. Их использовали политики в своих предвыборных играх и для достижения своих политических целей, с целью получить дивиденды, но не помочь самим обладателям патентов. Кроме того, мелкие предприниматели лишены уверенности в завтрашнем дне, поскольку им приходится ежегодно продлевать свои патенты и тратить на это деньги из семейного бюджета. Пандемия коронавируса затрогала многих, в том числе и мелких предпринимателей. Которые были вынуждены закрывать свой бизнес. В результате тысячи людей потеряли работу. Согласно действующим положениям закона, предпринимательские патенты для лиц, работающих в сфере розничной торговли, действуют только до конца 2022 года. Мы, депутаты фракции ШОР, регистрируем сегодня в парламенте законопроект, в котором вносим изменения в законопредпринимательском патенте, чтобы патенты действовали без ограничений срока действия, и чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, и дать людям спокойно работать. Благодаря обладателям патентов, мелкий бизнес сможет выжить в этот непростой период, и не только. Сохранение патентов даст людям право продолжать легальную работу. Существующие рабочие места, это очень важно на сегодняшний день по всей стране, будут сохранены и обеспечат увеличение объема продаж на внутреннем потребительском рынке. Срок действия патентов был установлен еще до пандемии и кризиса, в котором мы сейчас находимся. Учитывая, что мы ежегодно наблюдаем стремительный рост на цен на предметы первой необходимости, на услуги, растущую острую нехватку хорошо оплачиваемых рабочих мест, очевидно, что предпринимательские патенты не должны быть отменены, потому что тысячи людей и их семьи останутся, повторюсь, без средств существования. Ранее фракция партии ШОР выступала за срок действия патентов до пяти лет. Однако сейчас мы считаем, что для патентообладателей не должно быть такого крайнего срока вообще, особенно с учетом того, что государство во время пандемии не смогло и не разработало жизнеспособную политику поддержки людей, в частности мелких предпринимателей. И это несмотря на то, что роль и значение малого бизнеса очень важны. Доказано, что малый бизнес – это главный катализатор экономического роста. В результате развития этого сектора благосостояние и уровень жизни людей повысились во многих странах мира. Для сильной экономики необходима сильная и предсказуемая, самое главное, фискальная политика. В нашей стране, однако, каждое правительство делало то, что им было нужно, и оказывало давление на малый и средний бизнес, в том числе вводя ограничения, запреты, но не предпринимая при этом никаких попыток помочь малому бизнесу. Пора прекращать эту практику. Мы должны дать людям возможность работать и прилично зарабатывать. Мы должны послать обществу четкий сигнал о том, что государство поддерживает малый бизнес, и люди, которые развивают его, должны быть уверены, что завтра они смогут спокойно выходить на работу и зарабатывать деньги для своих семей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.